Всем приветики! В этом видео я расскажу вам о том, как я попала в израильскую тюрьму и как я из нее потом сбежала. Я смотрела, короче, билеты в третью страну, через которую я могу улететь в Европу. Потом события начали разворачиваться с Палестиной, вот эта вот война. Именно дата, на которую я хочу, был рейс только в Тель-Авив. Причем он был супер дешевый, он стоил там типа 6 косарей с пересадкой Тель-Авив и Бельгия. Ну типа звучит, ну очень вкусно. А я как путешественник, который всегда думает, как бы сэкономить деньги. Подожди-ка, может быть там не так, все плохо? В общем, это сработало на мою еврейскую душеньку, и я решила поехать в Израиль, свою историческую родину. Наша русская душа ничего не боится. Поспрашивала ребят, они такие, ну как бы у нас в стране война, у них как бы война началась. Они такие вообще типа, ну все нормально. Где-то за два дня до вылета я смотрю по новостям, что вообще очень много авиакомпаний перестали летать в Тель-Авив. И вообще как бы все, ничего не ходит. А как бы наша российская авиакомпания не отменила перелеты. И написала в авиакомпанию, говорю типа, блин, отменяют рейсы, вообще-то война в стране идет. Я хочу вернуть деньги и полететь другим рейсом. Они мне говорят, все хорошо. Наши самолеты летают, не беспокойтесь. Блин, ну я же уже купила билет, я же уже заплатила за это бабки. А типа, сейчас вот я возьму и не поеду туда. Короче, моя еврейская душа меня просто погубила. Но они меня убедили, что все нормально. Короче, отменили все рейсы, но на Кипр летают. Вот, я такая, ну ладно, возьму на Кипр, пофигу. Никогда не была на Кипре, интересно. И тут я почу в сториз мои последние шуточки перед вылетом в Израиль. Я еще не представляю, какой пиздок меня ждет. На паспортном контроле, отдаю свой паспорт. И женщина смотрит, смотрит, смотрит. Очень долго смотрела. Что-то начинает на своем израильском кого-то звать. Проводили меня в иммиграционную полицию. Женщина сидела, русская. Она была очень злая. И она говорит, какого хрена вы вообще сюда едете? Вы понимаете, что тут бомбы летают? Что тут опасно? Да, окей, я как бы с Крыма. Я понимаю, все. Я к этому не причастна. Можно мне, пожалуйста, полететь в свой Кипр? И как бы до свидания. Она говорит, нет, типа я вас не пущу. Отдают мой паспорт полицейским. Проводят в какую-то каталажку, типа с клеткой. Я не хочу в эту клетку. Куда вы меня повезете? Но там ребята оказались с юмором. Они говорят, нет, не переживайте. Мы вас сейчас отвезем в хорошее комфортное место. Там есть напитки, еда. До завтрашнего дня побудете, а завтра полетите на свой Кипр. Что-то тут не так. Думаю, ну в принципе, звучит неплохо, да? Ну типа, блин, отель на халяву, типа нормально, еще кормят. Вот. Ну я как истинный еврей, я повелась на это снова. Как бы, ну у меня нет выбора, мой паспорт у них. Все. Меня привозят к какому-то зданию. Короче, огромный забор с колючей проволокой. Останавливаюсь такая, блин, подождите, ребята, а как бы это точно отель? Они такие, да, да, конечно. И они меня обманывают, по-моему. Я захожу внутрь. Ну, это тюрьма. Внутри тюрьма. Ребята с наручниками, с автоматами. И я понимаю, что я дошутилась, доигралась. Когда меня уже внутрь привели, там уже со мной не были мягкими. Добрали у меня все мои вещи, телефон. Меня, короче, заводят в комнату, закрывают за мной железную дверь. Там даже ни стола нет, ничего. Чисто вот железные койки. И у меня начинается истерика. Я понимаю, что все, это уже не шутки, это уже серьезно. Короче, это было жесть. Я за 24 часа испытала весь спектр своих эмоций. Сидела, смотрела в одну точку в течение часов двух. Ух, я плакала, я каталась по полу, я молилась всем богам вообще в мире. На следующий день нам выдали паспорта с билетами в Россию. Почему в Россию, если у меня сегодня должен быть вылет на Кипр? И они говорили, что депортируют меня обратно в страну, с которой я прилетела. Их вообще не волнует, что у меня какая-то пересадка. Естественно, в аэропорт нас проводили под конвоем с автоматами. И они нас провожали везде, даже в туалет. Тем временем у меня в это же абсолютно время вылет на Кипр. Тот самый, на который у меня билет. Я пытаюсь как-то договориться с сотрудниками. Потому что мне ну никак нельзя, чтобы меня депортировали в Россию. У меня тогда начнутся проблемы и с российским законодательством. Потому что по их версии я нелегально пыталась пробраться в Израиль. И вообще сбежать из своей страны. В итоге ничего вообще не получается. До вылета остается 30 минут. И я уже в панике, думаю, что же такое делать. В итоге чекин на рейс в Россию и чекин на рейс на Кипр происходил рядом. И я просто даю свой паспорт и показываю свой билет на Кипр. И делаю чекин на кипрский рейс вместо российского. Полиция с автоматами тем временем стоит неподалеку. И они не замечают, что я отдаю свой паспорт на другой чекин. В итоге меня провожает сотрудник службы безопасности. И когда уже подходит время к моему рейсу, я ему показываю свой билет на Кипр. И говорю, вот смотрите, я вот сейчас улечу на Кипр. И вы меня никогда больше не увидите. Пожалуйста, отпустите меня. К моему огромному счастью, он оказался нормальным человеком. И он меня в итоге отпустил. Наконец, впервые за сутки я ем что-то нормальное, съедобное. Потому что до этого нас кормили только булками в тюрьме. Я не знаю, мне даже смешно об этом говорить. Как потом выяснилось, всех с русскими паспортами загребали. Потому что очень много русских сейчас переехало в Израиль. И они мне потом объяснили, что вся суть в том, что они не хотят, чтобы мы мигрировали. Мне даже тоже в деле было написано, что подозрение на нелегальную миграцию. Вообще по хрену, что у меня билеты были, еще что-то. Как бы, ну, ну, это, ну, это война. Мне даже смешно говорить просто об этом, что я бы была в израильской тюрьме. Прикол, конечно. В итоге все кончилось хорошо. Меня продержали всего лишь сутки в этой тюрьме. Но на самом деле мне просто нереально повезло. Потому что там были девушки, у которых был назначен вылет через неделю. То есть им предстояло целую неделю куковать в этой камере. А у меня уже за сутки начала ехать крыша. Я не представляю, как это. Плюс повезло по всем фронтам. Потому что у меня был вылет на следующий день. В то же самое время, когда у меня вылет был на мой рейс на Кипр. И мне выдали мой паспорт. Мне выдали все. Паспорт иногда передают прямо в руки кортпроводникам. И те уже передают в руки полиции. В моем случае почему-то это не произошло. Именно благодаря этому мне удалось улизнуть. Плюс попался еще нормальный полицейский, который меня сопровожал. С которым я удалось наконец в конце все-таки договориться. Уже показав ему билет. Показав ему, что у меня регистрация. Все. Это просто подарок судьбы. Но эта история меня очень многому научила. На самом деле за эти сутки я получила просто бесценнейший урок. Тот факт, что у меня была ограничена свобода. Тот факт, что я вообще сама себе не принадлежала. То есть моя судьба, по сути, была в руках других людей. Которым вообще на меня абсолютно насрать. Момент, когда я осознала, что я не управляю своей судьбой. Я не управляю ничем. И, по сути, полностью я, можно сказать, в рабстве у целого государства, у других людей, у полицейских. И я завишу от их решения. Очень сильно пошатнуло мое эго. И очень сильно пошатнуло понимание, что я не все в этом мире решаю. И я даже не все могу решить в своей жизни. Эти сутки в камере. Я прожила все стадии принятия этой ситуации. Но осознание того, что я не все решаю в этой жизни, помогло мне стать спокойнее. Помогло мне больше принимать жизнь и все, что в нее приходит. И не пытаться все контролировать. Не пытаться все изменить и все сделать только по-моему. Жизнь невероятно непредсказуемая штука. И даже если ты абсолютно ни в чем не виноват. И ты никогда не делал ничего плохого. То это вообще не играет никакой роли. С тобой может произойти все, что угодно. И ни деньги, ни связи, ни возможности они не будут решать. Есть какие-то вещи, на которые мы не сможем никак и никогда повлиять. Это был невероятный опыт. Спасибо, Израиль, за это большое.